Всем огромный привет! С вами Екбеш и это канал Мурск Мурзович. И сегодняшнее видео о том, как мы съездили в Египет. Я была в первый раз в этой стране. Это было наше свадебное путешествие. Да-да. И сегодня я вам покажу, что я туда привезла. Я практически ничего не знала, что туда можно везти. У меня были просто желания, что может быть что-то там из косметики и так далее. Но я ничего не читала. Что можно привезти. Ничего не читала ни про чаи, ни про кофе, вообще ничего. Единственное, что я смотрела в интернете, это то, где что можно покупать где дешевле. Естественно, что при отеле будет все дороже. Хотя мы много купили в отеле, потому что у нас всего было 6 дней, 7 ночей. Это будет же неделя. Два дня мы потратили на экскурсии. Можно было, конечно, выбрать одну экскурсию. Но так как я думала, что не знаю, когда у меня будет следующая возможность попасть в эту страну. Я очень хотела посмотреть на пирамиды. Можно было поехать только на пирамиды. Это экскурсия, называется Каир. Когда вы поедете или кто-то уже был, он знает, что просто это Каир. Есть Каир плюс Александрия. Это двое суток с ночевкой в пятизвездочном отеле. Но это дороже. Есть экскурсии на самолетах и так далее. Но это нужно больше денег. Есть экскурсии с самолетом в Иерусалим. Это сейчас, по-моему, 350 долларов с человеком. И мне очень сюда хотелось попасть в Люксор. Город Люксор. Это бывшая столица Египта. Это уже древняя в те времена. Там жили фараоны. Там их хоронили. Понятно, что пирамиды пирамидами. Но все же я осилила с моим просто немножко здоровьем. Я такая, на жару слабая. Могу упасть в обморок. Нечем дышать и так далее. Не знаю. Головные боли, в общем-то. Ну, в общем-то, сосуды, может быть. И поэтому я переживала. Но все-таки я это сделала. В итоге оказалось, что самый лучший автобус по комфортабельности это был именно в Люксор. А вот в Каир был немножко разваленный. Автобус, то уж сиденья, они отпускались. А если у мужа отпускалась, то она, вот если он немножко расслабится, то она сама поднимается. То есть столики передние не фиксируются, тоже сломаны. В общем, вот так вот. В Люксоре было очень жарко. Это что-то с чем-то там, наверное, было плюс 45. В самом Карнакском храме. Это самые вот эти известные колонны красивые. Вот. А в Долине Царей, то уж где они похоронены, там у меня уже плюс 60. Оттуда я просто там сбежала назад в автобус. Некоторые люди тоже сидели в автобусе. Там нереально, у кого проблемы с сердцем, с давлением. Нереально там просто находиться. Но это ладно. Ну вот, значит, я это все осилила. Вставать нужно очень рано. В зависимости от того, где находится ваш отель. Где-то час-полтора часа только ты ездишь по Хургаде. Мы ездили в Хургаду. Почему в Хургаду? Можно было ездить в Шарм-эль-Шейх. Но так как Люксор находится ближе к Хургаде, поэтому мы поехали в Хургаду. Выбрали Хургаду. Вот. И в Каир мы, значит, экскурсия начинается с час ночи. У нас было в два часа. Забирали нас. Уже автобус был полный. Забрали только нас двоих. Четверых. С нашего отеля. А в Люксор, по-моему, в четыре. В три с чем-то, что ли, забрали нас на Люксор. И вот где-то полтора часа. Еще ездили. Это нас первых забрали. Мы ездили, забирали всех по городу. И потом еще не ходили часа четыре с половиной до Люксора. В общем, это пипец. Естественно, больше всего занимает дорога. Вот. И там, и там вы кормите две раз. Чтобы один раз кормят. Напитки не входят в стоимость. Напитки вы покупаете сами. Чай стоит, значит, доллар на остановке, которая была одна, и там, и там в той поездке. Доллар. Тьфу, вру. Доллар в Люксор и два доллара на остановке в Каир. А в этих ресторанах, и там, и там, в той поездке, три доллара в ресторане стою чай. Кофе еще того дороже. Так что, смотрите, вот так вот. Ну, начну показывать. В целом, начну показывать. В общем, вот такие вот, вот таких вот два папируса. Смотрите. Чтобы было понятнее. Я даже поближе подойду. Вот таких вот два. Вот потерял. Все это дело, девочки. Но я сразу вам скажу, что это не папирус. Потому что это банановые листья. Там папирус стоит около где-то 100 долларов. Ну, я не собираюсь покупать какой-то папирус там за 100 долларов. Потому что они, кто не ездил, чтобы вы знали, что все, что дешевле, это все банановые листья. Но какая разница, мне лучше это все равно. Оно похоже. Но да и ладно. Есть на вот этих, будем назвать папирусами. На этих папирусах есть такой вот интересный, такой прикол, да? То, что бывает на носке, я забыла этот, это ли как. Ладно, в общем, когда она в тимоте горит. Вот эти вот папирусы красивые, они подороже, так скажем, в банановые листья. И если бы я когда-то там еще была, то я бы, конечно, вот одну штуку бы эту купила. Ну, просто так, чтобы оно горело. Вот мы две штуки взяли. Вот. Значит, такие две зажигалки там их с египетские. Ну, по-моему, они продаются и у нас. Одну мне подарили, другую. Туну, что ли, что ли, что ли, на сдачи дали или что. Вот они. Такие вот штуки. Сразу вот вам виднеется, сразу показываю. Это тарелочка египет. Я так запарилась ее выбирать, и все подешевле торгуешься, торгуешься. Что я вот выбрала такую, и то, знаете, как... Без выбора, что ли, просто психанула. Но уже какую-никакую взять. Вот Египет, вы знаете, я тарелки люблю привозить. Вот. Ну, сейчас я на нее смотрю. У меня такое бывает. И я, в принципе, уже привыкла. Хорошее. Это делать не Китай, а делать Египет. Как тут, да, Вица говорил, это египетская тарелка, то есть не с Китаем. Это очень важно сообщить, потому что, чтобы цена была дороже. Так, пойдемте дальше. Так, мне начали тоже дали чупа-чупс. Это надо будет кому-нибудь их подарить детям. Тут я сохранила билеты в Каир. Это билеты, в смысле, до Нил, знаете, там музей. В Каир, когда едешь, значит, первая остановка – это музей. Потом, потом Нил. Но от Нила мы отказались, потому что мы в Люксоре по Нилу покатались. После Каир, про Каир говорим. Потом после Нила идет обед. После обеда идет пирамиды Гиза, сфинкс. Там масла, магазин масел. И еще что-то там продают, продают, продают. В общем, на память просто взяла. Это билеты Люксора там из этого. Значит, папе, мужем купили монеты. Вот такие вот, египетские. Вот это все 3 доллара. Это штука. Вот. Я тут взяла там чаи, я забыла, как они. Ничего, а это сахар, тростника, что ли, тростников сахара. Что я потом, как сказать, напишу, извинюсь, и что если я не права, мужу спрошу, я просто забыла. Мне дали список масел. Масло сандал, масло жжаба, масло черного кумина, масло алоэ вера, масло кокосовое, масло семян руколы гаргира, масло кунжутное, масло сладкого миндаля, эркалиптовое эфирное масло, масло органа, масло майорана и верблюжье молоко. Масло, ну, просто мыло с верблюжьим молоком. Это нам дали в аптеке. Потому что я вам могу сказать, что лучше покупайте масла в аптеке. Пусть они даже будут там чуть дороже. Они, у них там будет в любом случае фиксированная цена. Они там не торгуются, но зато вы точно будете знать, что оно настоящее. Вот. Это вот нам дали в аптеке. И тут вот масло, например, алоэ вера. Увлажняющий крем для лица, средств против солнечных ожогов со своими волшебными лечебными. Свойствами алоэ веры обязаны алантаину, который содержится в их листьях. Кроме алантаина, алоэ содержит натуральные антиоксиданты в форме витаминов В-комплекса, витаминов С, Е, а также бета-кератина, который в организме превращается витамин А. И вот оно все описывается очень удобно. Так, я еще ничего не открывала. Открываю вместе с вами. Специально, чтобы все это потом убрать. Потому что вылетали мы из Краснодара. С Краснодара мы ехали 4 часа, потом там все ждешь, рей задерживается, потом летишь 3 часа 20 минут. С Краснодара и тогда и т.п. Вот назад мы сюда летели, наши рейсы лежали на 5 часов. И шампунь потек. Он уже тогда потек. И такие штуки ввозить, конечно, это просто жесть. Это я сделала от фирмы Ваттика, шампунь с черным тенином. Сейчас я его промою. Ах, вкусно пахнет. Это самый популярный шампунь, как мне объяснили. Это шампунь с черным тенином. Я его забрала первым, но его я покупала не в аптеке. И последний я забрала его, но его я покупала не в аптеке. У нас в отеле был такой магазинчик по маслам. Да. Вот такой магазинчик по маслам. Это шампунь я отнесу в ванную, потому что геморрой не попал. Это у меня с черным тенином. Там и с алоэ, и с чем только нет. И с яйцом, и с лимоном. Ну, естественно, я их возьму с черным тенином. Потому что яйцом у нас подавно в России полно. И вот в этом магазинчике, в отеле, так уж сказать, на Бюро-Красном море, работают две русские женщины-блондинки, Наталья и Ольга. Как она сказала, как она сказала, я, наверное, поближе подвинусь, как-то пико. Вот. Как она сказала, что, да ты что, у нас все химия и так далее. Вот такой вот шампунь. Вот так вот он выглядит, смотрите. А здесь 190 миллилитров. Такой шампунь, что падает-то. Сколько стоил, не помню. Ну, может быть, доллара два-три, вот так. Что я там довезла, не знаю. Он протекает так, что... Так, это бумага от... От, от, от... А тарелки. Вот такие вот три магнитика стоили 2 доллара. Три стеклянных, как и тарелочки, магнита. Вот, смотрите. Ну, скорее всего, я их как бы на подарок взяла. Вот, я просто показываю, что три. Это вот такой вот. Вот такая вот, точнее, аналогичная, только черная. И вот такая вот. Вот. Это три. Потом дальше, на подарки я взяла вот такие вот. Вот. Вот это стоит доллар, а вот это стоит доллар. Вот такие вот по три штуки. Тоже. Вот. На подарки где-то соскочила. Все, боялышки, если честно, мне попросили. Ну, ладно, соскочила, не важно. Вот. Вот эти, хоть, очень прикольные, они красивые. Они дешевле. Себе я купила, значит, вот такую. Это вот я купила себе. Нам, точнее. Такая большая. И нам еще мы купили вот такую. Мне кажется, такая радостная, красивая. Так, у меня здесь там существует... От что нельзя вылазить? Оттуда нельзя вылазить, все равно это отберут в аэропорту. Это кораллы, ракушки, морскую воду, песок. Еще пугают тем, что нельзя вылазить вот такие статуэтки, якобы, и как-то поворовали с музеями. Ну, в общем, не знаю. Подивала, как повезет, в общем. А если вы, говорят, и покупаете, то мы должны давать сертификат. Но нам ничего не давали, потому что мы тоже это купили при отеле. Последние дни. Куча всего. Я купила себе вот такую кошечку. Ну, потому что у нас кот черный, Брюс. То есть, как же я могла пройти мимо вот такой кошатницы. Кошатницы, да. Вот у нее сережки здесь. Из камня они дороже. Они тяжелее, но куда тяжелее везти. Вот такая классная кошечка. Вот здесь. Это все сахар. Далее. Вот этот пакет, это пакет из аптеки. Я покупала его тоже в последний день. Тут что-то, мне кажется, у меня какой-то опасью. Ничего не пропитывалось, получается. В общем, такие вот две штучки. Это бы что-то вот эти дезодоранты. Один себе, один маме, мужа. Эти женщины, которые работают на пляже с вами заниматься. Ну, то что такие были. Я купила в аптеке все-таки. Сказали, что этими шуками можно обмазывать тампоном, там, не знаю, еще что-то. И гинекологией. То есть, лечь молочницу. То есть, высовываешь как-то, например, туда, к нам, вы понимаете, куда. И вот, лечь якобы молочницу. Не знаю, что-то рисковать. Это вообще, конечно, не относится к Египту, в плане продукции. Но там я купила вот от Клеер Клеер. Это мыло от Акне. Мыло от Акне. Увидела, просто не купила. Впрочем, вообще, да, в полный доллар, по-моему, там стоило. Просто у нас я не видела. Значит, ихняя, купила я у них маску, по-моему. Портофайл. По-моему, маска. Вот. Вот так она выглядит. И состав, конечно же, я вам не скажу. То есть, скраб-маск. У них скраб-маски, как-то они пишут. Все запечатано. Здесь я и... Да, фарма. Майк и Египет. И о ней потом я вам расскажу. Вот и в баночках тогда же. От технифирмы я купила вот такое мыло для лица против Акне. Почему-то у них в аптеках мало, на самом деле, всего вот этого вот продукции против Акне. Лекарственные есть, но они такие же аналогичные. Там салицилокислота, еще что-то. А так нету. Ну, я просто не нашла, не знаю. Вот это мыло тоже у нас салицилокислотой. Вот. Вот оно вот как выглядит. Тоненькое. Такой специфический запах. Так что вот так вот. Далее. На подарок маме и мужа я взяла вот такое мыло Оливия. Вот это подарочное такое оливковое мыло с маслом оливы. Ну, вот. Еще и в другом пакете другое мыло, то бишь. Вот. И вот в аптеке нам подарили вот холлс. Видите, с их ними. Не знаю, правильно показывали или нет. Да, это холлс. Это нам подарили. Еще, кстати, мужу подарили виагру там. Не знаю зачем. И вот лежит конфетка. Тоже такая мятная конфетка им дали. Вот она ихняя визитка. Я вам ее покажу. Потому что он очень просил, чтобы мы в отеле пропиарили его магазин. Кстати, это магазин. Мы отдыхали в отеле фестиваль Шедван Голден Пич Резорт. И аптека 20 метров от этого. От нашего отеля. И, представляете, там работали христиане. Египтяне, христиане, христиан. Чтобы не соврать, то ли 25%. По-моему, 25% египтян в Египте. Христиан в смысле. И вот остаток это мусульмане. Значит, еще я взяла мыло миндальное. Вот. Миндальное мыло. Вот так вот. Вот оно. Мыло. Рукола мыло. Это уже ихние. Они должны быть натуральные. Рукола. Вот они. Рукола. Масло жожоба. Мыло. Вот. Как они падают. Да, брусь у нас в камеру. Двигает уже нужно всегда. И мыло органа. Вот. То есть практически какие-то мыли были. Я их вот взяла все. Вот там. Так. Есть такой магнитик. Это скоробей. Золотого я выбрала. Иероглифы. Это скоробей. Он находится в Люксоре. В Карнахском храме. Мужчины проходят три раза. Делают луколок скоробей. Женщины либо четыре, либо пять, либо шесть. Там разные желания. Вот. Значит. Купила я алоэмбера масло. Масло холодного озера. Без добавок. С фиксатором. От фирмы Клеопатра. Масло алоэмбера делится на вот такую. Это кремовая. Как кремовая текстура. И еще есть гелевая. Вот я вот такого выбрала. Вот такое вот я выбрала. И вот масло жжоба. Тоже масло холодного отжима без добавок. Сударно пять миллилитров. Сударно пять миллилитров. Сударно миллиграмм. Я уже забыла опять. Как правильно. Что там как. Говорится. Эта штучка не ссолотая. Эту штучку. Самим нужно будет здесь расковырять и ссонуть. Вот два масла. Дальше. Вот в такой упаковке. Видите, все еще запечатано. Мне нужно открыть. Это у нас кружка. Это у нас кружка. Вот. Как хорошо сидим. Сейчас у нас пять долларов. Там, кстати, кружка стоит. У нас есть. Это в нашем же отеле. Но есть отель, который возле ресепшн. В отеле, в бутике, который возле ресепшн. Там очень дорого. И как дорого. Ну да. И, соответственно, как сказать, они не уступают. Ничего. И есть такой вот дистрикт. Совершенно один работает. Вот они более-менее уступают. И там более-менее цены. В общем, это кружка, которая возле ресепшн. У нас семь долларов стоит. А там у него пять. И мы даже не стали с ним торговаться. Я пытаюсь вам показать рисунок. Там, по-моему, Рамзес. Что-то, что-то с кем-то. Вот она такая красивая. Да, это кружка. Дальше. У меня тут-то сартама. Вот. А что я купила, значит, девушки. Вот и русских женщин. Это вот магазин, кстати, в массе. У них, значит, мы взяли сто-то один доллар. Это зубная щетка бедуинов. Бедуины – это арабы. Вот это их зубная щетка. Это мы уже взяли попробовать. Не знаю, вот это, что там отгрызаешь, и потом чистишь этим соком, который вот это вот выдает. Севакал, Жазера, Маках, продюсер и Маках. Не знаю. Мэйла есть. Я не знаю просто, как она называется. Есть и потолще, кстати. Так что, ну, ее я купила вот. Алоэ, Вера, мыло смягчает кожу после выдержка. Солнце. Естественно, ручной работы. Я скажу, как я прочитала. Они молодцы. Видите, они пишут по-русски, как могут, так пишут. Но, тем не менее, они все равно молодцы. В общем, это алоэ, Вера, вот из цизы. Сгорел, а мы сгорели. Дураки. Значит, купила я себе масло. Масло здесь, по-моему, виноградное. Масло еще чего-то, блин, жжоба, по-моему. С таким роликом. Это для кожи вокруг глаз. И еще какое-то там масло было. Вкусно пахнет. С роликом. Это под глаза. Ну, там разные кучи масел. Она хоть меня и отговаривала. Я говорю, дайте я себе тоже возьму. Она говорит, куда тебе, куда тебе. Вот у них я купила, значит, натуральное мыло. Для ближайного молока. 115 грамм. Так, переверну. Одно мне, одно маме-муже. Вот. Выглядит оно вот так. Могла бы, конечно, маме своей происправила. И там, не знаю, что я там купила. Вот это масло. Масло ромашки я купила у них, когда у нас в аптеке продаются. Что я там купила? В общем, я купила. Вот оно стеклянное. Если вот эти были, пластик, пластмасс. Вот это стеклянное. Конечно, масло должно быть стеклянным. В стеклянной упаковке, но не продают они, не все они продают масло в стеклянной упаковке. Ну, что поделаешь. Вот такая бумажечка есть. Все как надо с бумажкой. Значит, на арабском и на английском. 30 мл. Это что касается там от веснушек и от прыщей, она мне посоветовала. Все, я это знаю, не знаю, что взяла. И еще она посоветовала взять мне фирму Ламбада. Натуральная маска, то уж грязь, Красного моря. Как она сказала, что это там грязь, не глина, не знаю, якобы у них с салонов спа, там если на руку перевезти, это будут стоить тысячи, что-то там. Вот, тоже не на руку там все. Выглядит этот пакетик вот так. В общем, она хвалила-хвалила, что очень классно. Я надеюсь, я так понимаю, что тоже с водой надо все вот это дело, как обычному глину. Вот, и руки сразу такие попачкались. Надо пользоваться. Здесь его нам было помогать, я уже начинаю разговаривать, как она ей. Хорошо. С акцентом. Поддерживание соблюдала. Если она бы помогала, я бы кому-нибудь ее заказывала, чтобы в Египет есть, я бы говорю, вот это, вот это, мне надо, чтобы вы не купили, пожалуйста, привезите. А это я вам показывала аптека последний день, а это аптека, по-моему, третий день. Это вот, что выше. Сейчас в другой покажу. Вот в этой коробочке, видите, она как от лекарств. Я говорю, дайте мне коробочку. Это вот, он положил в стеклянной бутылочке масло черного тмина. Не было у него коробки. Вот масло черного тмина. Да, я его купила. Маленький продукт. Ну, 25 здесь. Но, тем не менее, большие совсем дорого стоят. Дальше. Для волос. Масло для волос. Альхашеш. Или что-то, что-то. Не открытое, запечатанное. Вот, смотрите. Это вот для волос я взяла. Еще какое-то там было со змеей. Он по-русски. Он более-менее, то есть он хоть как-то по-русски что-то говорит. Мы уже пытались им по-английски. В общем, ничего понять нормально не до ним объяснишь. Непонятно. Но вот я купила для волос хашешинг какой-то. Значит, зубная паста. Вот видите, эти палочки, палочками как будто нарисованы. Вот. Большая такая зубная паста. Насколько мы, как мы поняли, она, кстати, каротермоядерная. Насколько мы поняли, это вот, вот эта вот палочка, сок в этой палочке, у этого дерева. У нас присутствует в этом масле. Надо наедить. Наверное, не знаю, не сфокусируется. Вам видно будет. Здесь написано, что пахнет термоядерной, жесть. Ах, белая. Она белая. Но это их незубная паста. Хвалят. Если мне это подойдет, то они будут пользоваться муж. Я так уже сказала. Тогда это тебе. Папа мне точно не любит. Ну и здесь-то, я не смогла пройти мимо масла Абла. Конечно, все его покупают, заказывают. Что ж, я тоже уеду без него. Я все равно купила. Это вот самая большая упаковка. Ничего тут не креснуло. Абла, голд, хайр, ойл, ла-ла-ла. Будь здоров! Нанюхался. Ну вот. Там для волос чего только нет. Боже, там такие бандуры, маски. Все-таки маски с черным тмином продаются. блин, классно. А они сказали, вот вы же, не видите, наши женщины там закутанные, замотанные, ходят, понимаете, что у наших женщин очень хорошие волосы. Вот вы думаете, что нет, а у нас очень хорошие волосы. Я подумала, говорю, я так и не думала, направо лично я. Я верю, что у них хорошие волосы. В принципе, у них столько там этих всяких. Потому что наше репельное масло как-то оно очень слабо помогает, на самом деле. Очень долго-долго и очень слабо-слабо. Вот хна даже больше их нет. Ну вот. Там что-то нарисовано яблоко, миндаль, что-то какая-то трава. Да, вот купила я ее себе. Насколько она не хватит, не знаю. А то вот такая я обливаюсь. Ну вот. Что мне под конец? Под конец мне у нас осталась такая штука, которая так долго торговалась. Эта штука стоит 18 долларов. Могу и торговались, но я забылся. Ничего для этого не плакала. Я ушла уже, обиделась, ушла. Нас называли русской мафией. Потому что я говорю, давайте за 7, давайте за 7. Последний день. Деньги принимаю. Потому что у нас на экскурсию ушло и в Каир, и в Люксор вместе 350 долларов. Нас звонит. Вот. Это без... ну там. Короче. Так вот. Нас оказали на русском масле. Когда я с 18 долларов на 7 попросила, я стала его просить. В итоге мы потом вернулись, у него купили эту пшку. Там вот с хоробей вот этим взяли. И я говорю, пожалуйста, уже приезжаем. Он говорит, что это же из дерева. Там и часовы красивые тоже были из дерева. Но они мне так понравились, эти пушечки, что я только о них и думала, и думала. Потому что эти пушечки понравятся. Вот сегодня у нас новая стенка. Ну все, он пошел навстречу. И уступил нам. И так хорошо упаковал, что у нас хочется вставать, нагрязать скотч. Это вот такое вот трио, трио кошек. Такие вот кошечки классные. Не дима, что надо пододевать это по кошкам. Это потому что у нас с ним код. Они души не мучают. И он нас очень встретил, скучал, плакал. Так что вот это дерево. Первый раз их открываю, первый раз на них смотрю. Вот. Гляньте, как красиво. Здесь он что? Он закрывает глазки. Этот закрывает ротик. Удивляется. А этот держится за голову. Классная штука, классная штука. Вот. У СОВА тоже там требуется. СОВА будет. Это классно. Так. На этом и сувениров, и косметических покупок все. Да. Вот это мы купили в Люксорде. Здесь у нас ЧИНИ. Они продавали, и они же продают в любом-другом магазине, в масле, в лотках и так далее. И в аптеке, но мы купили в Люксоре. Думаю, ладно, разницы не будет. Это вот такие две штуки. В аптеке они стоят 4 доллара одна штука. А мы купили каждую за 20,5. То есть мы за две отдали 5 долларов. За вот эти две 5 долларов. Это, как вы поняли, это для мышц. Мас. Она вот такая красная. Это ихняя. И она называется... Вот красная, я покажу. И люди, которые там были, как мы ее купили. Мы в автобусе познакомились с женщиной из Тюмени. У нее дочки тоже, естественно, у многих, у всех. Это остеохондроз и так далее. И доча сказала, мама, купи мне. Дочка у них уже там была. Вот, наверное. И вот по совету этой женщины мы тоже взяли. Состав. Калаквинт, экстракт фенхеля, эквкалипт, гоболус, эфгенола, экстракт семян тмина, натуральный экстракт ментола, лимонен, что-то и кутеррия. В общем, крем Каптен Калаквинт называется. Натуральный травяной крем для массажа. И вот показания для снятия ревматических болей. Массажный крем, массаж-крем при подагре, шалги, сильном артрите, сильном массажный крем для эспазматических окоченений хряща, судорогих мышц, для уменьшения усталости. Здесь можно мазать звездочкой, доктор Мом у них продается все это в аптеке. Ну, правильно, это жесть. Вообще-то они, по-моему, и от них к нам пришло. Еще, еще хвалят, еще хвалят, страусинный должен быть тоже кто-то крем, страус там нарисован, но мы его не взяли. Вот. Дальше. Ну, естественно, когда нам в бургустеры заехали, нас завезли в магазин Масси, у нас угостили чаем каркаде ихний. Там другие названия. В общем, красный чай, по-нашему это каркаде. Он совершенно не такой, как у нас, там продается, гляньте, цветочки. Вот. Пакет это килограмм. Из этого килограмма отдали 10 долларов. Ругать он посылал дороже. Вот. Он пышный не потому что, а потому что он же как цветами сделан. Поэтому он такой пышный. Как они сказали, конечно, у них такая жара. И, естественно, они его пьют в основном холодным. Ну, вот каркаде-каркаде. Но холодный он кисленький. Я себе попросила теплый. Мне принесли и теплый мне очень понравился. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Вот, кстати, в пакетиках. Я у тебя тоже вообще ничего не раскрывала. Вот, кстати, в пакетиках. Египетский желтый чай. Вот пакет. Хельба. Издавна считался лекарством отста болезней. Современные ученые проанализировали состав пожитника. Выяснили, что он богат белком, углеводами. Также содержит калий, фосфор, магний, железо, кальций, витамины. Акция Б1, Б2, ПП, БДД. Специальный медицинского применения хельба очень широк, потому что он имеет сильные противоспользовательные свойства. Действует успокаивающее. Хельба – это хорошее отхаркивающее, жаропонижающее, общекрепляющее, противоэтеросклеротическое, противодиабетическое. Хельба используется для помощи при диабете и непереносимости сахара. Также существенно снижают уровень вредного холестерина. Хельба является превосходным лекарством для лечения женских заболеваний. Помогает убирать боли при менструации, менопаузах, климаксе, нормализует менструальный цикл. Также египетский чай хорошим делом кормящих женщин, так как вызывает криток грудного молока, приток. При недостатке молока пейте 4 стакана на 100 семян хельбе в сутки. 2 чайные ложки семян на стакан кипятка заварить с медом. Хельба – отличное средство для вас, имеется проблема с лишним весом. Действует на путем вывода жидкости из организма, как разжигатель. Как заварить 1 чайную ложку на 1 стакан кипятка. Либо залить кипятком, поставить 7 минут, либо варить 7 минут. По вкусу можно добавлять сахар, молоко, мед. Это желтый чай по-русски. Многие отзывали за ним, что он невкусный. Хельба – пожитник сеной. Хельба – шамбала, чемман, фенугрек, фенегрека – трава, греческая сена, греческий козий, гречесняя сочевица, треуголка, перебрюжья – трава. И значилось лекарство на 100 болезней. То есть я вам скажу на маленьком. Но сейчас я вам могу сказать, ну, пока ждать. Пахнет как? Я же и раз вижу. И раз слушаю. На гречку похож, правда? Смотрите. Это килограмм. Вот отличается килограмма, а килограмма, он так и сказал, где-то килограмма, он существенный. Ну, просто это сбухшимся. Вот таких же мы купили два. Вот это тоже стоит 10 долларов. Кургатин будет стоить, итого дороже, 20, 20 и 40. Вот второй такой. Мы его рассыпать будем. Раздавать. Ну, да. Вот, и сейчас я приду, возьму последнее. Последнее. Это... Сейчас руки помою. Это я купила себе платок. Мужу платок там. И все. И на этом все. И сейчас все я это буду убирать. Потому что нужно убирать. И тая для вас, пожалуйста. Так. Девочки, я их уже постирала, потому что... Нужно было все стирать. Мужу, значит, я купила эти два доллара. Мы купили вот этот платок большой за два доллара. Естественно. Такие есть зеленые и красные. Женщины, может, раз. Ну, и у любой, может, это мужа. Себе я, значит, купила вот такой. Пакеты раскидала. Так. Вот этот стоит 6 в отеле. Мы сторговали его на 4 с горем пополам. Только лишь потому, что мы у них еще купили... Ну, вот он длинный. Красивый. Очень красивый платок. Не знаю, по-моему, это хлопок. Потому что мы купили... Я купила у него еще платье. 9 долларов стоит платье. Вот. Красное выбрала. Чтобы плату скрывать. Вообще, хотела желтое. Мы его сторговали за 8. 8 плюс 4, то уже 12 долларов. Все. Ну, и такие вот у нас были покупки. Если ничего не забыла, может быть, что-то и забыла. Где-то что-то уже лежит. Но это ладно. Ерунда все это. Кстати, она, видите, двухфазная. Сверху желтая, снизу прозрачная. Сверху сбалкивать надо. Вот она не сбалкивается. Какая интересная штука. Очень вкусно пахнет. Масла это круто. Все натуральное было. Я очень люблю все натуральное. Но купила я, конечно, наш Иван-чай. Я вам его показывала. С Калининграда я привезла. Пить его, конечно, невозможно. Ну, что, дорогие мои, на этом все. Это были все наши покупки в Египте. Конечно, они очень предсталучие. Они считают, что их женщин трогать нельзя. И фотографировать нельзя. Но какого права они имеют интереса трогать наших женщин? То будешь, да, вот если попробуй что-то, либо им скажи. Они не могут ничего не бояться. На пляже, возможно, позагорать плечи. Они проходят то массаж, то спа, то дайвинг, то подводная лодка, то пятое-десятое, то парикмахерская, то дискотека, то какие-то другие экскурсии, то это джипинг, это сафари. Все они ходят, ходят, ходят. И вот только ты от них отбиваешься, отбиваешься и отбиваешься. И так далее. Ну, такая шумная нация, как в общем-то, понятная. Ну, просто они так разговаривают. Очень любят женщин, особенно русских. Ну, это естественно. Вот. Очень жарко. Мне, конечно, это не подходит. Очень сухой воздух. Мне тоже это не подходит. Все опять же, как в Калининграде, там очень влажно, там очень сухо, просто он сухо. Так вот, как будто нет кислорода воздуха. Он, конечно, есть, но он сухой, и ничего. Хоть бы ветерок падал. Ждешь ночью, но ночью толку там тоже никакого. Вот у меня заложил нос на эту неделю. Я с носом борюсь. Его промываю, потому что я же подсела на капли. Нафтезин, там, неважно, хоть это будет лазолин, ксилен, неважно, ксилометазолин или как он. То, что сосудосуживающе, плохо действует на слизистую носа на сосуды. И поэтому опять нужно восстанавливать, нужно привыкать, жить без капель. Это очень трудно. В общем, сухой воздух не подходит. Ну, какие классные. Ну, конечно, я загорелась, у нас же новая стенка, и мне хочется ее как-то поукрашать, по... 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 Поставлять что-нибудь. Как же их ставить, я не знаю. Гляньте, какие интересные. Брюс, глянь. Кто это? Кошечка? Нюхает. Что же вам еще такое рассказать, что я опять забыла? Отвлеклась. Я же сама все это первый раз раскрыла. Я сейчас сама это все смотрю. Сейчас надо отложить одно другому. Это на подарок. Как это отвести тоже. Интересно, вот эта вот желтоватая, это белая. Интересно, у меня значение. Я тоже в аптеке смотрела и не понимала. Ну, не понимала. Саба-Зефра написано. Шаба-Зефра, может быть, не знаю. Как правильно. Одно вербужье молоко сюда. Вот вам и... Ну, алоэ тоже, вы знаете, с алоэ этот вести, как его, мыло. Ну, у нас тоже есть такие мыло и оливковые, алоэ тоже купила, конечно. Ну, думаю, ладно. А так, у них, знаете, такие красивые, кактусы растут из пустыни. Такие кактусы здоровые. Вот, это, конечно, круто. Ну, ладно, давайте, наверное, этому как-нибудь в другом видео. Потому что, мне кажется, я тоже, что он по себе длинная. Желаю вам удачи. И всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. И оставляйте комментарии снизу. Чао. И оставляйте комментарии снизу. Продолжение следует...